Всем привет! Сегодня в путешествие я решил отправиться безо всяких вспомогательных средств только исключительно с помощью музыки Надо сказать, что я вспомогательные средства кроме алкоголя в своей жизни не употреблял практически и никому не советую Однако пластинка, которую я сейчас покажу она создана артистами, которые вспомогательные средства всячески приветствовали в определенный период своей жизни Ну, мало ли у кого как бывает Знакомство с этим замечательным альбомом у меня было неожиданным и запоминающимся Я был еще юн достаточно Пришел к своему другу, однокласснику Вальдемару в гости Мы были уже меломанами Мы уже участвовали в школе, еще в давние советские времена слушали Понятно, что Битлз, Роллинг Стоунс и Дипепл это все было и Криденс и Дорс это все само собой Но там уже Эммерсон Лейкенд Палмер у нас присутствовал и много чего еще И Вальдемар включает монофонический магнитофон Не помню какой совершенно И я слышу какую-то невероятную музыку, которую доселе не слышал Понятно, что Пинк Флойд мы уже проходили к тому времени А тут какая-то космическая совершенно музыка Но явно не Пинк Флойд, а лучше В смысле космоса В смысле трипов, путешествий Трипов, я напоминаю, безо всяких вспомогательных медикаментозных средств Я думаю, что же это такое Что же, как же так можно Что это, почему я не слышал раньше эту группу А в России ее вообще не очень-то И в те годы слушали, и сейчас Прямо скажем, это не Ледзеппелен По популярности, а по качеству музыки По концепции, извините за грубное слово По глубине Можно долго спорить, что лучше Так-то вот И я слышу в монофоническом, опять-таки Я помню, в варианте В каком-то раздолбанном магнитофоне Из мелкокалиберных динамиков Страшный гитарный такой чос И потом начинается космос Который прет прямо из этого маленького магнитофончика Прямо на меня вываливается Гигантская какая-то вселенная Необъятная Глубина, простор, ширь Яркие краски Потому что вселенная, она же вряд ли Она черная, да Она из разных Переливающихся цветов Состоит визуально А материально еще круче Бери Вот видите, безо всяких Вспомогательных средств Я уже начинаю рассказывать Такие интересные вам вещи Группа Хоквинт Это третья пластинка группы Хоквинт Доримифасоль лати до Ну или Доримифасоль ля си до Как угодно можно называть 1972 год Третий альбом Первые два альбома очень хороши У Хоквинт А, я спросил у Уильдемара Что это за группа Он мне сказал Хавкинт Я целый год почти Спрашивал у всех А вы слышали группу Хавкинт Хавкинт никто не слышал Потом я только узнал Что это группа Хоквинт Ну, пластинок у нас не было У него была только магнитофонная запись У Уильдемара Тем не менее, с группой Хоквинт Хоквинт Или Хавкинт Ну, Хоквинт, конечно Я познакомился в те Давние школьные годы Сильно ее полюбил И Долго собирал ее пластинки Уже в зрелом возрасте Собрать все пластинки Хоквинт Невозможно, я вам сразу скажу Потому что их огромное количество У них очень много номерных альбомов Там, ну, за 30 переваливает Плюс Разные сборники Плюс разные концертные Альбомы, которых достаточно много А сборники Не просто сборники Такие, как обычно Там Гритис Хитс Да, а сборники С переигранными номерами Со сменой порядка песен То есть, какие-то такие странные пластинки Их очень много Я повторяю То есть, собирать их можно Всю жизнь И так и не собрать Но когда в эту группу начинаешь погружаться А погрузиться можно в нее сразу Просто С первых же Даже не песен, а нот И вот если в нее въехал То это все Так в нее И Так в ней и остался из нее уже И никогда и не вылезешь Хотя пластинки очень разные В группе Хоквинт Последняя пластинка на сегодняшний день Вышла в 2021 году Больше 50 лет группа играет Состав практически не изменился Потому что Дэйв Брок присутствует на всех альбомах Правда, это единственный человек Который от начала до конца в этой группе играет А вообще около 50 музыкантов сменилось В составе Хоквинт Но тем не менее Такие ядра присутствуют То есть это музыканты Там 4-5 человек Которые записали 4, 5, 6, 7 альбомов Потом постепенно разошлись Кто-то умер Кто-то ушел Просто кто-то еще Все меняется Но стиль Остался совершенно тем же Хотя добавлялась и электроника Хотя электроники тут с самого начала полным-полно Но современные технологии добавлялись И как-нибудь мы поговорим о поздних альбомах Хоквинт Это очень интересно Я повторюсь Это целая вселенная Здесь можно плыть по ней Исследовать Кайфовать И жить вообще в этом мире И недаром Недаром так получилось Потому что группа-то В общем, она создавалась довольно долго Если формально можно сказать Что она образовалась там в 69-м году На самом деле Процесс был довольно длительный Потому что не было такого подхода Что вот музыканты собрались Давайте-ка сделаем группу Ну давайте Будем репетировать Порепетировали Сейчас будем записывать альбом Ищем студию Ищем продюсера Ищем компанию Бегаем, бегаем, занимаемся Нифига подобного не было Это уличные музыканты Но в основном Дэйв Брок Основной член коллектива Дэйв Брок Уличный музыкант Который начал Работу с группой Вот через 27 лет Достаточно поздно А до этого музицировал Играл на улице Этим делом зарабатывал И когда группа уже существовала И записывала первые номера Он продолжал играть на улице Ему нравилось И вообще там была такая Коллаборация Ее называли В общем Народной группой Потому что люди Были самые разные Один Как Дэйв Брок Был просто уличный музыкант Который на гитаре пел Хиповские Разные песни Разъезжал по Европе И употреблял Разные Вспомогательные Средства Так вот Говорить можно много Вот это Второй альбом Хоквинт Вот это Замечательный Четвертый Альбом концертный Один из самых Наверное Показательных В карьере Группы Если говорить О ранних годах Ее существования Но вот Дурми Фасу Латидо Первая пластинка Которую я услышал У этой группы Из всех Ста альбомов Которые у нее есть Условно говоря И она меня Конечно Сломила напрочь Потому что Когда началась Это Гитарно Гитарно Даже не синтезаторная Гитарно-космическая история В отличие от Пинк Флойд Вот этих попсовых Сладеньких Красивых Протяжных Мелодий Ничего красивого Протяжного Здесь нет Здесь Космический Хови метал Космический Ранний Очень Метал Но это очень Узкое определение Потому что метал Это метал Там все с металлом Понятно А здесь Настолько широко Настолько всего много Настолько красиво Настолько ярко Можно эту музыку Назвать монотонной Формально Да Формально Да Там 2-3-4 аккорда Мелодические линии Достаточно Такие простые Хит-парады Гитарно Гитарно-палетные Альбомы Пришел Пришел уже Лемми Килмистер Всем известный По группе Мотархед Который здесь Играл На гитаре На бас-гитаре Пел Сочинял Как композитор На акустической Гитаре Играл Много чего Надел И Лемми Записал С Хоквинда По моему 5 альбомов Потом уже ушел И Собрал Свою Группу Мотархед Но На раннем этапе Он был одной Из ключевых фигур Собственно говоря Хоквинда И он Выдает Чудеса Здесь На бас-гитаре Он играет Бенды Так называемые Да Как в блюзе Вот Он играет На бас-гитаре Эти штуки Играет на бас-гитаре Как на Ритм-гитаре Ну Как мы знаем По моторхед И дает Конечно Здесь Такого Железа Такого Мотора Такого Заряда Что Почему я не начал Со второго И с первого Альбома Хоквинда Потому что Это ключевая Это такая Смена Смена режима Переключение Передачи Из пространных Таких Летающих Полотен Хоквинд Превратились В стальной Космический Корабль И Брейнсторм Просто Убивает Наповал Сразу Space and Deep Следующая песня Это Если Брейнсторм Это Мы летим Внутри Космического Корабля То Space and Deep Это выход В открытый Космос В скафандре Раз И Полетели Очень Коротенькая Песня One Chance Которая Длится Всего 40 секунд Закрывает Первую Сторону На второй Стороне Lord of Light Которая Очень Похожа На Брейнсторм По структуре По своей Опять Мы в стальном Космическом Корабле Который Летит Через Необъятную Вселенную И Очень Много Таких Звуков Здесь Которых Не Использовал Никто Практически В британской Музыке Того Времени Помимо Синтезаторов Зачаточных Которые Существовали Уже В те Годы У многих Достаточно Мы Знаем Да И ЕС Там Эмерсон Лейкен Палмер И прочее Здесь Еще Куча Всяких Генераторов Знаешь Что Такой Генератор Такие Приборы Которые Сдают Шумы Разнообразные Вот Это Все И Вот Это Все Здесь Так Работает Так Музыкально Так Все На Местах Down To The Night Следующая Песня Вторая На Второй Стороне Это Что-то Из Репертуара Уличных Музыкантов Хиповских Очень Красивая Простая Гармония Красивая Мелодия Много Акустики Но Все Это С Генераторами Все Это С Космосом Все Это В Пространстве Подвешено Time We Left This World Today Очень Странная Изломанная Песня Но Красивая И The Watcher Песня Которую Написал Лемик Килминстер Не могу Пойду пить Очень Большой Кайф Музыка Хоквинт До Новых Встреч